Делегация Омской области Они приняли участие в деловой программе, где обсуждали, как к 2030 году приобщить к спорту 70% жителей России. Министр спорта Дмитрий Крикорьянц выступил с докладом на круглом столе «Спорт на селе», рассказал о достижениях и обозначил вопросы, которые предстоит решать. Один из них – реконструкция спортивных сооружений. В Омской области, для примера, 32 центра, и 18 стадионов, они нуждаются в очень хорошей, серьезной, комплексной оригиналовании. Это обсуждается от футбольного поля, я не имею в виду искусственного. Это технические дорожки, в принципе, это как бы составляет важный полстадион, простого, космосного сооружения. Вот здесь хотелось бы сосредоточиться, что они могут идти какими-то небольшими шагами, и в развитии наших национальных проектов войти не на стабильные предложения. Активность нашей делегации позволила решить много важных вопросов, связанных с текущим финансированием омского спорта и будущим строительством спортивных объектов. Кульминация первого дня – презентация интерактивного стенда «Омск. Территория победителей». Яркая экспозиция представила успехи регионального спорта, новое сооружение, лица, достижения, события и быстро вошла в число самых популярных. Омский стенд посетили министр спорта России Олег Матыцын, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, глава Олимпийского комитета Станислав Позняков. Омская область – это очень яркая и знаковая точка на спортивной карте нашей страны. Здесь в Омске проводится очень много соревнований. Я еще сам пять лет назад, быть, одним из руководителей Федерации фернования проводил чемпионат России, который перед тем, как ехать в Рио, и, безусловно, для российских товарищей омская земля стала золотоносной. Я желаю омскому спорту развиваться, быть в тренде, быть современным и болельщикам всем получать огромные эмоции от хорошего и отличного выступления команды. Особое место в экспозиции заняла тема хоккея. Омская область готовится к проведению первенства мира среди юниоров до 20 лет. Полным ходом идет строительство новой арены Омск. Важные детали дальнейшей работы губернатор Омской области Александр Бурков обсудил с исполнительным директором Федерации хоккея России Дмитрием Курбатовым. Есть ряд рабочих моментов, которые отсуждаются периодически и принимаются определенные решения. Потому что для нас это головной офис при проведении чемпионата мира. Мы равняемся на те стандарты, которые наши федераторы хоккея России диктуют. С огромной степенью вероятности арена начнет эксплуатироваться уже с нового хоккейного сезона и там авангард начнет играть дома. И с учетом высоких стандартов требований КХЛ к проведению матчей это будет самым лучшим тестовым мероприятием. Но при этом мы попытаемся еще в ноябрьскую паузу привести какой-то международный турнир для того, чтобы протестировать, как говорится, весь путь клиента. Чтобы от аэропорта, гостиницы, арена, несколько раздевалок. То есть именно сделать такую проверку и для нас, и для локального комитета. Кроме того, участники форума могли сделать фото рядом с кубком Гагарина. Высокую оценку омскому стенду дал первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров. Хорошая компоновка, содержание очень хорошее. Есть интерактив, есть история, есть победы. Они есть в Омской области. Конечно, это радует и на Олимпийских играх победы, и хоккейные победы. И мы с руководителем региона, с Александром Леонидовичем, обсудили ход реализации нашего федерального проекта, подготовку к первенству мира по хоккею. Большое событие ждет о мячей. Чуть больше, чем через год. И в Омске очень любят хоккей. И я уверен, что будет мощная поддержка любой команды, которая будет играть на трибунах. Безусловно, нашу российскую команду будут поддерживать. В целом, все понравилось. И я, когда был в Омске, мы тоже обсуждали много, посмотрели инфраструктуру, много говорили. Радует, что есть такие руководители, есть такие регионы, где к спорту относятся с особым трепетом, с особым вниманием. И то, что руководители региона лично принимают части форума, это на многом говорит. Впереди большая работа. В перспективе новые смартивные достижения.